Инвалид первой группы и семьи с малолетними детьми рискуют оказаться под завалами собственного дома. Старое деревянное общежитие на автодорожной 4 в Якутске разваливается буквально на глазах. Обращения в разные инстанции ощутимых результатов не дают. Как же власти города будут решать проблему, узнала Саргалана Захарова. По тому, как наклонен, если упадет прямо на меня, я не успею, начнет падать, я не встать, ничего не смогу придавить или вниз, наоборот, упаду. Слушая то, с каким спокойствием говорит об этом молодой человек, становится немного не по себе. Почти смирился, почти спокоен. Главное, что рядом есть близкие и друзья. А все началось с того, что в 2002 году Валерий попал в страшную автоаварию. В результате серьезная травма позвоночника, паралич и вынужденный переезд из Самары в Якутск в маленькую комнатку мамы. Но три года назад не стало и ее. Условий здесь никаких вообще нет. Слива нет, в ванной нет, коляску негде поставить, чтобы сесть, просто подъехать даже к столу поглушить. Все на диване, помыться негде. Моюсь раз в полгода, принимая ванну, если где-то выехать. А на первом этаже каждый день в страхе оказаться под грудой сгнивших балок живет с тремя детьми многодетная мама Римма Александрова. И опасения жительницы оправданы. Стены сыпятся, потолки крошатся, дом разваливается на части. Под полами круглый год лежит вода. Жители своими силами пытаются ее откачать, но все попытки напрасны. Она вновь прибывает. Тут нет уже ни фундамента, ничего нет. Там просто яма. Вымытая яма. Просто яма вымытая и все. Здесь вот, чтобы из-под нас откачать воду, да, вот из этой дырки, пять-шесть машин фекалки мы заказываем за свой счет. И ту половину. Сами заказываем. Потому что управляющая компания нас вообще никак не хочет откачивать из-под нас, потому что они, говорят, таких объемов они вообще не потянут. Задвижки у нас там на улице все бегут, текут. Никто не хочет делать. Котельная от нас тоже отказалась. Они потому что как частники стали. Делайте за свой счет. У нас круглую зиму вот эти задвижки бегут, бегут, бегут. Вот этим самым все у нас котлован уже там под домом конкретно. Яма вообще бездонная. Справедливость ради надо отметить. Управляющую компанию администрация города назначила совсем недавно. До этого общежитие отчислилось как нежилое. А все дело в том, что раньше оно состояло на балансе предприятия, которое передало здание муниципалитету, как отмечают в мэрии, уже в плачевном состоянии. Но раз уж люди там живут, то помочь им надо. Мы крайне озабочены этой ситуацией. И будем сделать так, чтобы, во-первых, если у управляющей компании нет силы, чтобы откачать воду, то мы им поможем, поскольку компания Юнион – это компания с долей муниципального предприятия. Поэтому я, по сути, таких больших проблем не вижу. Но помогут ли ремонтные работы решить проблемы жильцов? Ответить довольно сложно. Признание аварийности дома, которого жильцы добились только в прошлом месяце, тоже не внушает в них особой надежды. Ведь в списке по городу, в своей очереди, на расселение ожидают еще 200 таких же аварийных домов. И продержится ли дом до того времени, вопрос остается открытым.